здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь сегодня у нас обзор на очередного сомика называется он гиринахейлус его еще называют гиринахейлус что не совсем верно однако это одна и даже рыбка в этом видео гиринахейл золотой его еще называют желтый или сиамский есть гиринахейлус и дикого окраса эта рыбка любима многими аквариумистами но не за внешние данные а за то что она помогает очищать аквариум от водорослей это неутомимый чистильщик молодости но взрослый сомик меняет свои вкусовые пристрастия и предпочитает живые корма и даже может обидать чешую других рыб живой природе гиринахейлус растет до двадцати восьми сантиметров в аквариуме всего лишь за двенадцати максимум до 15 сантиметров теряют активность при температуре ниже 20 градусов нуждаются в корягах и других укрытиях знайте гиринахейлус и таиланде китае и вьетнаме ловится как промысловая рыба и находится на грани вымирания включена в красную книгу средняя продолжительность жизни до 10 лет только при хорошем уходе содержание не сложен нуждается в чистой воде с высоким содержанием кислорода температура воды 25 28 градусов ph от 6 до 8 большую часть времени проводит на дне аквариум важно закрывать так как эти сомики могут выпрыгивать совместимость в общем аквариум их лучше содержать с быстрыми рыбками либо с обитателями верхних слоев воды очень плохо переносит рыб подобных себе мало того с возрастом гиринахилус как и многие другие травоядные рыбы становятся вредными агрессивными ярыми территориальными рыбами бью других рыб без разбора но пока гиринахилус молодой он легко уживается с любой рыбкой кормление молодь предпочитает растительную диету обрастание водоросли именно для избавления от водорослей аквариумисты заводят этих рыб подкармливают гиринахилусов овощами, кабачками, огурцами, шпинатами и капустой в целом они всеядны важно чтобы корм достигал дна например таблетки для донных рыб взрослые особи меняют пристрастие переходя на белковую пищу например личинок насекомых или чешую с боков своих соседей отлично подходят все живые замороженные корма для средних и крупных рыб разведение это тайна покрытая мраком самку от самца отличить очень сложно точно отличие никому не известно есть лишь догадки и предположения связаны с шипами у рта об успешном разведении в домашних аквариумах достоверных данных тоже нет но на фермах разводить ее легко с применением гормональных препаратов на этом все мои дорогие друзья спасибо вам за внимание оставайтесь с нами всего вам доброго до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...